Почему мы все время что-то откладываем? А это же так приятно, все время пооткладываешь, пооткладываешь, есть ощущение, что когда-то это все наступит, прекрасный момент. Но так можно дооткладываться. Что делать, если не знаешь, с какой стороны подступиться к задаче? Ну, на самом деле, у меня есть дворадское предложение. Вы просто первый шаг сделайте, сразу не бегите далеко, а просто первый шаг сделайте и поймите, что вам на самом деле нужно для того, чтобы эта задача была решена. Но пока вы стоите в стороне от задачи, которую вы решаете, вы вряд ли сможете понять, что вам нужно будет для успешного решения. Не хочется делать то, что нужно, и не могу себя заставить. Как быть? Вопрос, что значит нужно. То есть вы от кого-то, видимо, услышали, подумали, что это нужно. Значит, на самом деле надо подготовить свой мозг к тому, чтобы он захотел этим заниматься. Он захочет этим заниматься только в том случае, если вы приведете подготовительную какую-то работу с собой, а не потому, что вам кто-то сказал, что это нужно и так далее. Если внутреннего такого решения нет, то вы просто себя будете бессмысленно насиловать. Бенджамин Франклин завещал не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Почему так? Ну, Франклин был в ней бестолковый субъект. На самом деле, можете откладывать. Здесь вопрос же не в том, что надо обязательно во что бы то ни стало куда-то бежать и так далее. Здесь вопрос, чтобы это было вам органично, и вы эту органичность себе воспитывали. Если это бегство от страха, если вы что-то делаете сегодня, чтобы не откладывать от страха, это не будет работать. Это важно, если это ваше органичное внутреннее созревание и зрелость к тому, чтобы это делать. Может быть, сегодня. Ну и может быть, завтра. Бенджамин, прости. До дедлайна еще куча времени, но я уже точно знаю, что буду снова делать все в панике и в последний момент. Что себе нужно сказать, чтобы этого не произошло? Знаете, Канеману Нобелевскую премию дали за то, что он разработал, так сказать, законы когнитивного искажения, ошибка планирования. И люди, которые не могут себя системно организовывать, просто должны понимать, что им нужно сдвигать даты дедлайнов в два раза ближе, чем фактические дедлайны. И когда вы будете это считать своим дедлайном, вы будете успевать как раз к нужным дедлайнам. Как челлендж «Ревизия жизни» помогает справиться с откладыванием жизни на завтра? А когда вы инвентаризируете то, что в вашей жизни есть, и оно вот как-то перед вами раскладывается последовательно, да, а именно эту задачу мы решаем во время челленджа, руки чешутся начать что-то делать. Вот просто чешутся. И это здоровое, нормальное, естественное желание менять жизнь. А вы сами часто что-то откладываете? Я сейчас откладываю, я должен книжку написать, промышление, у меня такая идея прекрасная, но все меня рвут на кусочки, я несчастный. Когда эти, дайте написать книжку, отпустите меня в Кималай, и я буду. Хорошая книжка планируется. А как вы боретесь с желанием что-то оттянуть на потом? А у меня нету желания оттянуть на потом. У меня есть желание, у меня вот есть, например, книжка, которую я хочу почитать. Я бы прямо сейчас бы их найти, но нету времени. И у меня на потом так отложено, как сладкое. То есть ты вот это сделаешь, все, что ты должен, и потом будет тебе сладкое. Вот. Но это откладывание не потому, что я бегаю, а потому, что я терплю. Терпение и труд все перетрут. Случаи из вашей практики, когда откладывание на потом привело к серьезной проблеме? У меня в голове, конечно, сразу просто истории моих пациентов, которые откладывались до состояния неприличного. Вот. Ну, то, что касается меня, то я думаю, что в моем случае... Ну, я болезнь себе заработал, на самом деле, вот этот свой паралич тем, что я откладывал это потом в базовые решения, которые мне нужно было принять, и слишком много занимался гнойной хирургией, когда нужно было заниматься другим. Один совет для каждого, кто прокрастинирует. Помните, прокрастинации нету. Нет такой истории. Вот. Есть внутренняя незрелость к серьезным действиям. Поэтому растите в себе интерес, растите в себе объем знаний, заставляйте свой мозг думать о том, что для вас важно. И как только критическая масса вводных у вас накопится, ни о какой прокрастинации думать вам не придется. Пожалуйста, что-нибудь ободряющее для всех, кто еще откладывает жизнь на завтра. Не откладывать жизнь на завтра очень просто. Вообще жизнь уже здесь, она с вами. Другое дело, ваше отношение, как вы воспринимаете собственную жизнь. И если сейчас вы увидите, сколько всего в вашей жизни есть, какими ресурсами вы обладаете, то уже сейчас ваша жизнь обретет краски и цвет, которые, в общем, она достойна. Вы достойны.